Алло. Здравствуйте. Добрый день. Банк ОТБ24, меня зовут Сынков Александр. Александр Николаевич, могу услышать? Да, может. Мне всегда вопрос, почему так вот как-то начинать могу, услышать. Есть же конкретный четкий регламент общения с клиентом банка. Здравствуйте, такой-то, такой-то, да, такой-то, такой-то. И начинаете задавать вопросы. А вы мне задаете вопросы о своем физическом здоровье. Можете вы услышать, не можете вы услышать. Ну да, я знаю, может, у вас со слухом плохо. О физическом здоровье я вам еще ни одного, в принципе, вопроса не назову вам. Ну вот, извините. На металл, Александр Николаевич, Гориславский вы или нет? Что? Поэтому остановитесь, пожалуйста, и ответьте на мой вопрос. Пожалуйста. Нет, я просто вам, я пытаюсь вам помочь от всей души. От всей души пытаюсь вам помочь. Ну, некрасиво, молодой человек, некрасиво. Могу я услышать. Где вы слышали такое, что так можно разговаривать? Ну, некрасиво, некорректно, для сотрудника банка, так начинать диалог. Я, 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 представьтесь. Что? Представьтесь, я еще раз повторяю. Ну, повторяйте. А почему я должен вам на ваши команды реагировать? Не задумывались? Это не команда. Как это? Ну, в тоне я слышал командные, понимаете, командные интонации. Представьтесь, я еще раз вам повторяю. Это я могу вам так сказать. Хорошо. Как только вы будете в адекватном и конструктивном настроении, мы вам еще раз поговорим. Слабачок, слабачок, слабачок. Буду поступать еще чаще. Ну, хорошо. Ожидайте. Если у вас там избыток идиотов, пожалуйста, буду ожидать. Не умеете разговаривать, не надо. Взять бы нормально поговорить. Прошло 30 минут, и под пулей выпустили новую жертву. Слушаем. Здравствуйте. Это банк УТБ-24. Меня зовут Шерникова. Наталья Александрович. Да. Марин, позвоню вам по поводу вашего кредита, вот этого банка. Вы оплату производили, понимаете? Вот это другое дело. А то перед вами позвонил ваш коллега, и давай спрашивать, умеет он слышать, не умеет, могу я услышать, не могу. В итоге разговор не состоялся. Ну, вот я не понимаю, почему вы. Разве там нет у вас каких-то инструктажей, методичек, в конце концов? Скрипт у вас должен быть. Разве можно по скрипту начинать так разговаривать? Могу я услышать? Как минимум некрасиво. Сильский какой-то получается диалог. Правда же? А вы четко сказали, раз, 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 все по полочкам. Можно разговаривать, конечно, давайте. Это я. Да, я вас слышу. А, может, спасибо или нет еще? Нет. Сейчас требования банка сумма 20200 рублей в течение трех дней до 27 декабря оплатить. Когда будете оплачивать? Не буду. Нет денег у меня сейчас. Денег нет у вас? Нет денег. А что помешало вам своевременно внести платеж? Тоже самая причина отсутствия денег. 100 рублей по кредитной карте у вас плюс еще задолжен. И что? 20200 плюс кредитная карта 100 рублей. Нет денег что, не работаете? Вы уволили вас или что? Нет денег, не. Что сразу такие вот категорические аргументы вы пытаетесь? Конечно же работаю. А как же, я же мужчина. У меня есть обязательства перед женой, перед детьми. Вы мужчина, хорошо. Да, 4 дня вы сейчас уже находитесь в просрочке. 3 ложных обещания давали. То есть вы свое слово даете мужскую оплату произвести? Почему ты не сдерживаешь его? Да глупости. Я все наши разговоры очень хорошо помню. И как вы для себя сами, собственно говоря, перефразируете мои обещания. Да, и все такое. Так, и что? Сейчас вы, Сергей Александрович, услышали требования банка. До 27 декабря. Мне бы еще его увидеть. По потребительскому предмету. А можно увидеть требования банка? Ну, требования банка, смотрите. Смотрите, да, конечно, очень хочу. Подождите, Сергей Александрович, вы его хотите увидеть? Вы свой кредитный договор поднимите, увидите там график. Поймете, что вы просрочили уже платеж. Незаконно удерживается денежное средство банка. Нарушайте статью 310 Гражданского кодекса. И поймете, что требования банка сейчас, банк идет на встречу, предоставляет вам еще целых три дня для оплаты. Это до 27 декабря. Да я откуда могу в это верить? А вдруг ничего не предоставляют? Вдруг вы не из банка звоните? Как вы докажете, что вы из банка? Не голословные выдвигая требования, а как солидные организации, как во всем мире принято, во всех уважающих себя структурах организации, выставлять требования на бумаге. Либо не позиционировать вот это требование таким вот пафосным тоном. А просто сказать, я звоню вам передать просьбу банка. Подтяните там ремешок, заплатите. Это не пафосно. Вы же рассчитываете на то, что я испугаюсь. А как вы думаете, алло, тоже слилось что ли? Вас испугать вы считаете, мы хотим. Так нет, но вы думаете, что человек, услышав такие термины, дайте сказать, я же вас вежливо слушаю. Ну почему вы перебиваете? Вы думаете, кто эксплуатирует такие термины, на ваш взгляд, страшные, человек там в кошелек заглянет и у него деньги от этого появятся что ли или что? Я вам хотел сказать, почему я не оплачиваю в банк. Не из-за того, что у меня работы нет, а из-за того, что у меня на первом месте стоит моя семья, моя жизнь. А амбиции коммерческой структуры, даже такой великолепной и успешной, как ВТБ-24, у меня стоят надалеко за 20-м местом. Понимаете? Если вас что-то не устраивает в моем поведении, вы можете подать на меня в суд исковое заявление и требовать с меня деньги через суд. Когда получали денежные средства в банк, вы точно так же разговаривали, что банк будет у вас на 20-м месяц? Для чего же вы тогда подписываете? Сейчас это все только лишь эмоции ваши, причем необоснованные, потому что вы сотрудник банка, я не у вас взял деньги. Вам должно быть стыдно, что вы гнете спину за чужие деньги, причем не принадлежащие даже российскому государству. Сергей Александрович, я сейчас звоню вам, как сотрудник банка, понимаете? Так нет, ну по жизни-то вы человек совершенно посторонний мне. Я же не у вас брал деньги. Ведете себя, как будто я у вас лично взял деньги. Вот при чем. У меня такое впечатление складывается, вот при чем. Ну сказали сухо. А у вас не верное впечатление, у вас неверное впечатление, еще раз повторяю. Ну может быть я ошибаюсь. То есть вас итог нашего, результат нашего разговора, я так понимаю, не интересует. То есть по сути, если вас не интересуют деньги банка, деньги банка, если вас не интересуют, как вы сейчас смели заметить, да? То значит вы должны просто четко там по методичке, по скрипту своему зачитать и все. А Сергей Александрович, а что вы мне говорите, что я должна? Вы о своих обязательствах забываете. Ну давайте я не буду говорить вам, что вы должны, а вы мне не будете говорить, что я должен. Так вы не говорите сейчас, Сергей Александрович. Ну и вы в то же время не говорите. А вы должны банку? Вы должны банку, понимаете? Да, я спрашиваю, почему вы так себя ведете, как будто я не банку должен, а вам? Вот у меня вопрос. Потому что я являюсь сотрудником банка. Я не говорю, что вы мне должны. Вы должны подойти в отделение. Ну нет, ну сказали сухенько, услышали. Подождите. Я вот что, что-то такого сказал плохого, я сказал, что банк чем-то недоволен, да? То есть я вот как гражданин Российской Федерации нарушил что-то там, вы там сказали. Все, да? Я вас не говорю, давайте подведем нашу нашу с вами разговаривание. Это называется, вы сейчас готовы слиться. Ну почему? Я говорю то, что вам не хочется слышать. Вот и все. Отстраненную тема. Нет, тема, которая вас не интересует, не может быть отстраненной. Для того, я вам сейчас звоню для того, чтобы выяснить, вы требования банка выполняете 20200 плюс 100 рублей вносите до 27-го числа. Да я же вам ответил. Вы поигнорируете требования банка. Да. Да я его требования этого не вижу. Что тут непонятного? Где, какое требование? Требования из трубки – голос. Сотрясание воздуха – это не требование. Требование выставляется на бумаге. Сергей Александрович, Сергей Александрович, вы нарушили условия договора. Нарушили условия договора? Да, нарушил. На каком основании вы его нарушили? А это какое дело, какое отношение к делу имеет? На основании отсутствия финансов для удовлетворения амбиции коммерческой структуры. Вас такое, какая формулировка устраивает? Ай? Это я спрашиваю статью, у вас договорные отношения. Вы не у соседей перезанимали. Вы когда к соседям обратитесь на помощь, вот тогда вы им будете говорить. Ну хорошо, нарушил статью. На основании статьи 29 Гражданского кодекса о защите прав потребителей. Кстати, при чем защита прав потребителей? Ну потому что я потребитель, вы мне оказали услугу, я имею право в принципе игнорировать. Потому что на основании статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации… Подождите, вы мне задали вопрос. Я вам отвечаю. А вы сейчас… Четка конкретно, не на отстраненную тему. Вы сейчас ошибаетесь. Да вы даже не дослушали, как вы можете оценки давать? …застранского кодекса, потому что вы приводите статьи, которые не относятся к вашему договору. И что же там такого не относящегося к делу, да? Вот вы сейчас задали вопрос мне, на основании какой статьи я нарушаю договор. Я начал развивать тему, то бишь отвечать вам на вопрос. Сейчас вы ждете повода, чтобы положить трубку. Вы требования пансы не выполняете? Вы требования пансы не выполняете? Манипулируете знаете с чем? Отстраненными разговорами. О, видите, как я прям четко конкретно прогнозирую. Сейчас вы готовите слиться, потому что вы поняли, что не на того напали. Что значит не на того напали? Потому что человек не блеет, не плачет, не просит пощады, а четко конкретно выкладывает свою гражданскую позицию перед вами. Я не это поняла, еще раз повторяю, я не это поняла. Сергей Александрович, вы в любом случае будете оплачивать денежные средства в банку. А я что, отказываюсь? Пожалуйста, банк пострадавшая сторона. Пожалуйста, подавайте на меня в суд. А почему в суд? Существуют коллекторские агентства Сергея Александровича. Я их не боюсь, и через них вы только потеряете время. Ну, хорошо, пускай они в суд подают. Ну, коллекторы, это что, коллекторы, у них есть лицензия на убийство, что ли, или что? Или на пытки, они имеют право пытки применять? Вы все время теряете. Ну, и не теряете. Пока на меня в суд не подадут, никто ни копееки не увидит. Один дажества, Сергей Александрович, то есть вы только через суд будете оплачивать? Наконец-то, бинго. И включительно через суд будете оплату производить? Да. Если таковой будет. Сейчас, Сергей Александрович. Под запись разговора вы фиксируете отказ от оплаты в добровольном порядке. Угадал, что вы хотели сказать? Нет, подожди. Подожди. Ну, тогда эти новую мысль сформируете. Что? Вам смешно сейчас? Да, весело. Я вижу то, что вы ранее на длительных просрочках находились. То, что вы все это выучили и так далее. Но вы должны понимать, что звонки вам сейчас поступают для того, чтобы вернуть вас график. Да не хочу я никуда в графику, за счастлив этот грабительский. Договор противоречит в нескольких пунктах действующему законодательству. На основании 452 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации в суде он, скорее всего, будет признан ничтожным, либо незаключенным. Параллель, параллель. Это точно. Минуты три, я думаю, еще вы продержитесь. Минуты три, не больше. Хорошо. Да. Даже меньше, скорее всего. Я, Александр Ильич, понимаю, что наш диалог ни к чему не приводит. Вы видите, как вас легко возглевать. Игнорировали требования вам. Какие вы все никакие. Не услышала, что хотела услышать. Человек соображает, что надо говорить такой публике и надо сливаться. Конечно, что еще остается. А вот конструктивный диалог ты никогда не сможешь вести. И тебе подобные коллеги. Как вы выражаете? Так, а что вы на ответы со мной сейчас перешлили? Да потому что как с тобой еще разговаривать, Шалашовка? Гнешь спину на чужой работе, за чужие бабки. Вот, вот. Еще, да. Судевик там не шел. Да, давай, штраф-то мне нарисуй. Да ничего вы не можете. Суд подавай, вместе с записью разговора. Ой, дебильные, а какие. Пошел разговора. Да, пошел, пошел. Сейчас я зафиксирую. Фиксируй, на лбу себе зафиксируй что-нибудь. Ой, дайк, ну что за публика там вы, а? Александр Ильич, а знаете, почему у вас так сейчас? Никакой чести, никакого достоинства. Вас дерьмом обливают, а вы за эти копейки это терпите, а? Так, и знаете, потому что вы не справляетесь со своими обязательствами. Ну и что? Ну что вам не нравится? Ну не справляешься, ну идите в суд подавайте, а? Вы не можете заработать деньги, чтобы оплату произвести. Да я не буду, я вам ничего производить. Так не переходите и так далее. Вы прежде всего сейчас, Сергей Александрович, показываете то, что вы не можете... Засекла там три минуты, все равно не выдержишь ты три минуты. Не выдержишь ты три минуты, ты сольешься раньше, чем через три минуты. Сергей Александрович, мною манипулировать не нужно. У вас это не получится. Да я не пытаюсь даже этого делать. У вас манипуляция непонятна. Вы, потому что не можете справиться со своими обязательствами. И только поэтому вы ведете... Еще минута сорок. Держись. Если бы вы... Держись. Минута сорок еще есть. Потом я тебе в ладоши буду хлопать. И у вас были финансовые возможности для оплаты. Ну нету, ну нету, и что теперь? Ну что теперь, ну нету. Вы не корректно разговариваете. Ну не корректно. Понимаешь, констатируешь факты, которые сейчас с тобой свершились. День у тебя испорчен, субботний. Вы сейчас вот так на ты и переходите. Но запомните, ваша манипуляция проблема не решает. Нет такого слова манипуляции. Есть слово манипуляции. И в нашем контексте, в контексте нашего разговора этот термин не имеет место быть. Наш диалог ни к чему не приводит. Слушай, ну еще 57 секунд. Ну для тех, у кого нежный слух, сразу, ну что-то, если хотите, извиняюсь. Да, зато я в конце немножко нагрубил. Дело в том, что здесь вот этот вот маневр, он несет чисто такой задуманный, продуманный психологический характер. Я почувствовал, что она сливается, но у меня такой азарт взыграл, и я решил вот таким вот, ну скажем так, образом ее задержать еще немножечко. Ну и получилось растянуть ролик еще почти на 3 минуты, и нам с вами порадоваться, да, тем самым она подтвердила свою никчемность. Ну а с другой стороны, я очень часто слышал этот голос, причем она представляется не только от банка ВТБ, от многих других банков. Это удаленный сотрудник, ну и на некоторых колл-центрах коллекторских работает, и в других банках. И понятное дело, она, уж поверьте, многие наверняка из моих подписчиков, кто, скажем так, следит за творчеством нашего канала, слышал этот голос, и она себе позволяет гораздо больше в отношении заемщиков, должников, как она их называет, хотя все мы знаем, что должником человека может признать только судья. Вот поэтому, вот таким вот образом, уж не обессудьте, и я продемонстрировал в этом ролике в очередной раз, кстати говоря, их никчемность, как я уже говорил, и бесполезность в этой жизни. А почему так происходит? Почему коллекторы, как бы они себя не позиционировали, на самом деле бесполезные существа, с точки зрения позиции человека, того, который понимает, что происходит? Вот вы можете это и многое другое узнать, посетив наш вебинар. Ссылочка на наш вебинар находится в описании видео. Там будет очень много интересного, полезного, поверьте, никто еще ни разу не пожалел, что появился у нас на вебинаре. Там открывается очень много секретов наших банкиров, коллекторов, а тем более, это будет полезно услышать. Вот, в начале грядущего, ну, в начале 2017 года, да, вебинар стартует, ну, на фоне, конечно же, от этих вот новых изменений, все будем затрагивать, все будем обсуждать. Вебинар очень серьезное и достаточно продолжительное мероприятие, от свободной, но количеством мест ограниченных. Проходим по ссылке, смотрим расписание, регистрируемся на вебинар. Также, кто хочет стать под юридическую защиту, нашу прекрасную компанию, чтобы у вас защищали от банковского беспредела и коллекторского беспредела специалисты высокого уровня, юристы, профессионалы, пожалуйста, также в описании видео есть ссылочка на наш сайт. Пожалуйста, дорогие друзья, прежде чем оставлять заявку на бесплатную консультацию, на звонок специалистам, будьте любезны, посмотрите видео на сайте, там очень много полезных вещей рассказывается, вполне возможно, многие вопросы снимутся у вас, и в том числе, нам с вами будет гораздо легче и быстрее прийти к общему мнению, договориться о сотрудничестве, только после того, как мы вам позвоним. Не надо пытаться нам дозвониться, это очень-очень сложно сделать, потому что телефон, который указан на сайте, исключительно на исходящие номера настроен, то есть мы звоним вам, а не вы нам, просто для того, чтобы, указан этот номер для того, чтобы люди, которые боятся звонков коллекторов, пометили себе этот номер и уже ждали с него звоночек. Хотя, любой из вас, кто зарегистрируется на бесплатную консультацию, вам нужно проверить свою почту, которую вы указываете в форме, там придут номера телефонов и краткие консультации, как, что произойдет и когда вам позвонят. Ну и, соответственно, ссылка на нашу группу ВКонтакте. Тоже, пожалуйста, заходите, все ролики дублируются ВКонтакте. И, само собой, кому интересно в этой соцсети следить за нашим творчеством, пожалуйста, вступайте в группу, будьте в курс. На связи был Кузнецов Дмитрий, Центр генетической защиты, компания АЛЯМ. До свидания.